Всем привет, друзья! С вами Маламадрас. Давненько мы с вами не играли в PUBG Mobile на видосиках, и вот сейчас я думаю, что есть повод поиграть. Я тут зашел в игру, и оказывается, что буквально недавно добавили новый режим, который называется Война и Пейлот. То есть, как я понял, это старая добрая война. Вы помните, да, этот режим типа дезматча, только больше в такой классической манере PUBG Mobile. То есть на парашютах спускаешься на территорию, откисаешь, появляешься заново, тоже спускаешься на парашюте. Но X-Paylot, что же это может значить? Ведь Paylot это у нас вертолеты, так? Давайте поиграем, попробуем отыграть в этот режим, посмотреть, что он из себя представляет. А перед тем, как мы продолжим, я хочу рассказать вам об игре Калибр. Калибр это бесплатный тактический экшен про современный спецназ, где вам на выбор даются бойцы из реально существующих спецподразделений. Какую роль оперативника выбрать решать тебе. Тем более, что с недавним обновлением играть стало еще комфортнее. Теперь в игре можно взаимодействовать с небольшими препятствиями. В PvE миссиях предстоит сражаться не только с боевиками-стрелками, но и офицерами поддержки и медиками. А также добавлена новая карта больница. Но это еще не все. В игре доступен ивент новогодний квест. Он разделен на 6 этапов. После прохождения каждого вы получите награды, причем не только стандартные плюшки, но еще и дополнительные в виде свободного опыта, праздничных камуфляжей, эмоций и эмблем помощника Деда Мороза. Для победы здесь нужна сыгранность и понимание товарищей, так что если ты готов к настоящему зимнему экшену, то качай калибр бесплатно по ссылке в описании. И пройдя обучение, получишь 1800 кредитов в подарок. Можно быть здесь, я хрен его знает. Гранатометы. Но вертолетов, я думаю, вряд ли тут будет. Хотя это было бы на самом деле очень даже грамотным решением сделать какие-нибудь битвы чисто на вертушках. Представляете, прикольно. Тихо. Здравствуй. Сразу же. Так, меня кто-то там снаружи пытается убрать. Ты что, дядь? Здравствуй. Вот туда ему. Отлично. Что за звук? Вы слышите? Это в моем левом ухе или что это происходит? Ох, люблю я эти забагованные режимчики новые. Ах ты, мразь такая. Молодец, попал сразу же. Ну ладно. Мне повезло упасть сходу. Я думаю, что я пойду дальше на домике, потому что здесь какая-то движуха происходит. Мне интересно. Слушайте, прикольно, что гранатометы. Да, гранатометы довольно весело. Единственное, что я что-то РПГ здесь пока не увидел. Мне кажется, РПГ было бы повеселее, потому что, ну... Эти вот все параболические гранатометики. Такое себе занятие на самом деле. Оп, оп, оп. Тихо. О, привет, дорогой друг. Здравствуй. Ты что здесь забыл-то, ну? Тихо. Здравствуй. Хе-хе-хе-хе. Ты что думал, блин? В сказку попал, дядь? Тут кто-то. Ах! Вот это крысиная рожа! Ну посмотрите, они даже здесь умудраются крысить, блин, лежать в траве. Ладно. Таких людей не исправишь. Ничего страшного. Мы будем гунуть свою линию. Мы сейчас будем отрабатывать вообще как надо по этим ребятам. Если что, все, ну как бы, звук пропал у меня в ушах сейчас. Не только у вас. А это значит, что шикарно реализованный режим. Ну да ладно. Так, пошлите, смотрите, дроп падает. Я думаю, что надо на дроп идти. О, там народ как раз перевоевывается. Перевоевывается. Вот что вы лежите-то, ну мрази, а? Пошел нахер, блин, лежит он. Где дроп? Где дроп? А, вот дроп. Его нет вообще, смотрите. Видите, дропа нет на самом деле. Это все, миф. Вон он. О, подарочек. До свидания. А, ибо нехер. Да? Есть ли он тут? Че меня откатывает-то? Тихо. Да, иди ты в задницу. Опять эти глюки. Пацан просто не хочет умирать на самом деле. Ну, я, конечно, не смогу его понять в этом. Да ты задрал! Я прям в упоре его, уже в упоре его расстреливаю. Под ноги ему бросаю, блин, гранату. Три раза подряд. Он просто живет, капец. Ну, что за дичь вообще? Так, ладно. Дропом. Опять звук пропал. Да и хер. Вот, вот так вот у нас вот появляется в PUBG Mobile обновление, ребята. Вот так вот. Ёлочка у нас багованная. Скейтборд у нас. Вот это режим вармод. Даже, даже ссанный звук лагает. Ну, ладно. Я думаю, что об этом надо поговорить отдельно будет как-нибудь с вами. Здорово, ребят. Че? Обоих просто. Здравствуйте. Чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух. Ах ты, урод. Ну, ладно. Зато видели, как я просто залетел как нужно. Прям залетел наверх как нужно называется. Так. Главное оказаться в нужном месте в нужное время. Смотрите, мне кажется, ли тут дроп приземлился. Что-то мне подсказывает, что тут приземлился аэродроп и нужно туда быстренько лететь. Там вот еще один клиент есть, смотри. Оф, не успел. Тихо. И я, видимо, тоже не успел. Здравствуй. А вот он успел. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Здорово. А вот я забрал. Быстрее РПГ бери. А идите вы в жопу, ну. Нет, чтоб... Меня стреляли сейчас с двух сторон. Нет, чтобы просто, ну, типа, между собой повоевать. Это че такое? Повоюйте между собой? Не, они, блин, оба на меня. Как будто бы... Как будто бы опять пропал звук. Забейте. Так, ну я, слушайте, я далеко впереди. Я думаю, надо взять главные задачи. Вон, смотрите, дроп еще один падает. Упасть на дроп, потому что... Ну, я как бы сейчас релидирую, да, в этой битве. Но я хочу РПГ-шку. Здравствуй. Оп. Бывает, да, такое случается. Да, идите вы в задницу. Ну, ребят, ну че насчет как в жопку сходить? Ну-ка. Да ёпта еще зарядки дают мне ракетницу, уроды. Не дают. Мне сейчас еще и выкинут на второе место. Не, ребят, такого не будет. Такого не будет. Так. Идем к этому дропу. Тут еще баки. Видите, какие-то откидывания. Это вообще нормально, это законно. Так. Здравствуй. Ты че, в доме хотел посидеть? Ой, еще один. Ааа, нет. Ну, блин, вот это МГЛ не контрится просто. Не контрится, ребята. Ну, в упоре лучше нее нет. Да, опять звук пропал. Похеру. В упоре просто МГЛ ничем не бьется абсолютно. То есть вот эти все однозарядные плюшки, которые выстрелил, перезарядился. Ну, это просто до свидания. Учитывая то, что их даже под ноги ты можешь закинуть. Не факт, что она убьет. А вот МГЛ это поинтереснее будет. О, смотрите, псы на крыше тусуются какие-то. Здорово. Тихо. Блин, вот урод. Ну, я сам виноват, на самом деле. Надо было сразу стрелять. Я что-то думал, что он АФКшник. Пару фрагов и все будет красиво. Да че? Че такое вообще? Охренеть. Я просто приземляюсь и меня сразу же хлопают. Да ну ты брось, блин. Не, все, идите в задницу. Вы мне надоели, ребята. Мне вообще надоели ваши эти замуты. Все, надо двоих убить всего-то. Я так хорошо шел. Мне сейчас не дают никого убрать. Не хватало, чтобы еще какие-то перчики, блин, вырвали первое место у меня из-под носа. Идем сюда. Подальше чуть-чуть отойдем. Ну, где дроп-то? Он опять падает, хер пойми куда. Ладно. О, до свидания. А, все? А, 14 фрагов. А я думал, 15. Так, ну получается, что я победитель или кто победитель? Правильно. Я победитель. Кто? Папка победитель. Я еще, видите, как настоящий скилловый парень убил с АВМа, да? Как показывает игра, что я с АВМа последнего забрал. 14 фрагов. Интересно. Окей. Так. Ну что, друзья. Что я могу сказать насчет этого режима? Вот эта заставочка очень красивая. На превьюшку, наверное, пойдет у меня. Довольно прикольный режим. Мне нравится идея с гранатометами. Но я бы, наверное, добавил РПГ-хи больше. Потому что не хватает динамики. РПГ более динамичная пушка, более прямолинейная. Здесь вот это вот перебрасывание снежками какими-то вот эти по траектории. Оно какое-то не особо динамичное, что ли. То есть не чувствуется вот этой войны, как они называют. Это режим бах-бах-бах вокруг. Это просто что-то пю-пю-пю-пю. Вот такой звук, да? Плюс я бы предложил разрабам добавить все-таки режим пейлот, чтобы все были на вертолетах. Ну то есть представьте, играет, допустим, в дуо-режиме 10 на 10, либо 20 на 20. 40 человек, зона побольше. Но все на вертушках. То есть как бы нельзя выпрыгивать. То же самое, как механическая ярость. Только все на вертушках. Пилот идет, да, у нас с пулеметами. А второй его тиммейт это чел с гранатометами, например. Это было бы гораздо динамичнее. Это действительно была бы война, скрещенная с пейлотом. То, что сейчас выпустили, ну такое на три раза. Поиграть, как бы поугарать. А вы пишите свое мнение в комментарии, как вы считаете, понравился ли вам этот режим. Ну и конечно же ставьте лайк этому ролику. И с наступающим вас Новым Годом. Всем пока, друзья.